Спасибо, Татьяна Юрьевна, что задачи ставить очень сложные. За 15 минут уложиться в такую тематику про эволюцию достаточно сложно. Поэтому я сразу же говорю, что если какие-то слайды быстро буду проскакивать, в конце будет презентация QR-код и можно будет со слайдами всеми еще раз ознакомиться, если есть необходимость скачать их. Поэтому в отношении эволюции БРК и HRD статуса достаточно большой прогресс сейчас произошел. И если в 2014-е годы, по данным исследований, проведенным конкретно в Российской Федерации, при поддержке общественной организации «Русска» и компании «Астрозенека», был проведен анализ статуса БРК-мутированных по Российской Федерации. И, в общем-то, получили достаточно колоссальные цифры. БРК-мутации 29, почти 30%. Это немножко удивило всех. Но при этом, обратите внимание, здесь исследовались не только на частые мутации, но и на редкие. Поэтому, возможно, такая большая цифра и получилась. Тем не менее, сейчас мы имеем вот эти данные. Для чего это нам важно? Определение БРК-статуса важно и для самой пациентки, и для ее родственников. Во-первых, для профилактического мониторинга и выявления ранних стадий, не мне вам говорить, что, если мы говорим о раке яичника, к сожалению, скрининга не существует. В основном выявляется на поздних распространенных стадиях, третьей-четвертой стадии заболевания. И, несмотря на все колоссальные усилия по предотвращению ранней диагностики, нету в настоящее время каких-то форм скрининга рака яичника и ВОЗом, и большими статусными международными организациями. Не приветствуется скрининг из-за его низкой эффективности, дорогостоимость, неоправданного числа инвазивных процедур с возможными осложнениями. Что касается важности БРК-статуса и возможности профилактики рака яичника, здесь доказана роль профилактических операций. Это Кохрановское исследование, большие когортные исследования проанализированы. Доказана статистически значимая эффективность профилактических операций. Видите, снижение смертности от рака яичника в пользу вот этих профилактических операций. Но в Российской Федерации законодательная база проведения таких операций на сегодняшний день отсутствует. И надо сказать, что уже в 2016 году в Российской общественной организации Русско-Общество химиотерапевтов нашего российского общества уже в 2016 году появилась вот эта рекомендация для всех больных с серозным эндобитриоидным карциномом высокой степени злокачественницы целесообразно генетическое консультирование определения мутации на БРК-1-2. И у меня в моей презентации достаточно много будет ссылок на Русско. Не только потому, что я их очень уважаю, но и потому, что это общество очень гибко реагирует тут же на все последние научные клинические результаты исследований. И тут же их вносит гибко в рекомендации на своем сайте. И вот то был 2016 год. Дальше двигается вперед доказательная база про БРК-мутации. И в общем-то 2022 год уже изменяется рекомендации. Вносится, что желательно проведение генетического консультирования для определения необходимости ДНК-диагностики кровных родственников. То есть значение БРК-мутации и в практических рекомендациях тоже отмечается. Это что касается профилактики и родственников. Но важно здесь в аспекте БРК-мутации, в аспекте лечения пациенток с диагностированным раком яичника. В лечении рака яичника больших каких-то изменений не произошло. Также это комбинированное лечение, химиотерапия плюс операция, или первичная циторедукция, или интервальная циторедукция. При этом стандартом остается химиотерапия по аклитоксел-карбоплотин. И для того, чтобы улучшить результативность лечения, здесь вот в настоящее время вектор в сторону раннего назначения поддерживающей терапии. Пытались были попытки поддерживающей терапии, химиотерапии не показали эффективность. Но вот поддерживающая терапия именно таргеты. В первой линии здесь вот как раз таки акцент на настоящее время. ПАРП-ингибиторы весомый произошел и кардинальный. И на самом деле, конечно, не сразу в первую линию ПАРП-ингибиторы вошли. Сначала эти были исследования подтверждены об эффективности ПАРП-ингибиторов при платно-чувствительных рецидивах. Это исследование 19-е. В 2012 году начато первые результаты, полученные. Дальше в 2014-2015 подтверждены. И была продемонстрирована действительно эффективность ПАРП-ингибиторов в результативности выигрыша в общей выживаемости у этих пациентов дельта почти 8,5 месяца. И тут же в Русско в 2016 году присутствуют, возникают и рекомендации в отношении использования ПАРП-ингибиторов. При наличии герминальной сомальтической мутации возможно добавление ПАРП-ингибитора аллопориба. И показания здесь прописаны соответственно с этим исследованием при платно-чувствительном рецидиве АБРК мутированных пациенток. Дальше следующий шаг пошел в первичное лечение, внедрение ПАРП-ингибиторов в первичное лечение рака яичника. И здесь исследования у нас СОЛА и ПАОЛА появляются. СОЛА, поддерживающая терапию аллопорибом, продемонстрировала эффективность в общей выживаемости по результатам наблюдения в 7 лет. Вы видите, дельта достаточно большая, 46% против 67% медиана общей выживаемости для пациенток в группе на поддержке аллопорибом по сравнению с платиной. И появляются тут же рекомендации, но это среди БРК мутированных пациенток, для пациенток с сирозным эндометриоидным раком яичника. Появляются рекомендации уже в 2022 году при наличии герминальных мутаций в 3-4 стадии в качестве поддержки аллопориб необходимо целесообразно назначать, потому что результативность по общей выживаемости вы видите хорошая. Далее появляется возможность поиска путей той группе пациентов, которая наиболее выигрышно окажется, ей поможет этот таргет и ПАРП-ингибиторы в том числе. И вот здесь концепция дефицита гомологичной рекомбинации оказывается сыграла свою роль. HRD-мутация, то есть та поломка тоже на генетическом уровне, где ПАРП-ингибиторы оказывается потом сработали. И на самом деле эта HRD-поломка оказывается не такая и редкая. По предварительным данным, суммируя БРК мутированных плюс HRD-поломку, получается где-то 50% случаев среди больных раком яичника эта поломка встречается. И вот из совсем нового сейчас были доложены результаты на ЭСМО-азиатский форум нашими коллегами по частоте встречаемости HRD-мутации среди в том числе россиянок. Видите, включены были пациентки Азии, Ближневосточной Африки и России. И по Российской Федерации для меня достаточно внушительные цифры были получены для HRD-позитивных пациенток. То есть туда, если включена БРК, мутированные 27% пациенток. Там на первом слайде я показывала 29% было. Здесь 27% БРК мутированных. И плюс еще HRD-дефицит. 32% и вкупе получилась достаточно большая цифра. 58% среди российских пациенток с диагнозом рак яичника, у которых выявляется вот эта вот предпосылка генетической поломки, на которой мы надеемся, что сработают парп-инкибиторы. Дальше покажу, что действительно, да, они сработали. Сразу же предваряю вопрос, как тестировать HRD. HRD тестировалась на парафиновых блоках и позволялась рутинная практика лабораторий НГС, инвитродиагностические наборы. И вот пороговое значение здесь начерчено на слайде, обозначено. И в результате исследования ПАОЛА, где как раз таки, вот предваряя сразу же, сработало именно вот этот подгрупповой анализ по HRD-мутации, когда сравнивалось с качеством поддержки таргет Аллапари, ПАРП-ингибитор, плюс-минус БЕВАЦИЗУМАП, антиангиогенный препарат. И первичная, конечная точка, безрецидивная выживаемость, выжимаясь без прогрессирования, выигрыши, оказались пациентки, те, которые получали Аллапари плюс БЕВАЦИЗУМАП, дельта 5,5 месяца. Тут же то были результаты, опубликованные 2019 годом, и в 2020 году сразу же появляется рекомендация в русском, возможность поддержки ПАРП-ингибитор у пациенток с противоопухолевым ответом на химиотерапию первой линии. То есть достаточно аккуратная такая рекомендация, но уже в 2020 году она прозвучала. И, естественно, выиграли в большей степени БРК мутированной пациентки, это левый слайд, в меньшей степени без мутации БРК. Но при более тщательном подгрупповом анализе, да, вот самый хороший вариант HRD, включая БРК мутацию, вот эти левые графики, 66 против 29, но HRD+, исключая БРК мутации, посмотрите, какое хорошее расхождение, тоже эти пациентки выигрывают от назначения Аллапариба плюс БВЦЗМАП. За исключением там, где HRD отрицательный статус. При этом, вот как для оперирующего хирурга, онкогинеколога, для меня сразу возникает вопрос, мы помним ГОГовские исследования, 218-й, остаточный опухоль, там, где хорошо выигрышно показал себя БВЦЗМАП, как вот здесь, в этой ситуации сработало. Может быть, там БВЦЗМАП-1 сработал тоже в этой ситуации, но оказалось, что вот сгруппированные пациентки с высоким риском, то есть это интервальная циторедукция, Р1, остаточный опухоль, там тоже сыграл большую эффективную роль именно сочетание Аллапариба с БВЦЗМАПом, как и в низком риске. И по финальному анализу общей выживаемости вот этого же исследования, по окончательному анализу, вы видите, по медиану общей выживаемости, потому что здесь все пациентки без подгруппового анализа, казалось бы, схожие медианы общей выживаемости, но выигрыш оказался статистически значимый у пациенток с HRD-позитивным статусом, эта достоверная разница была зарегистрирована, 65 против 48% по общей выживаемости у пациенток в этом исследовании. И, соответственно, и по медиане без прогрессивной выживаемости тоже у этих пациенток с HRD-позитивным статусом Аллапариб плюс БВЦЗМАП выигрыш был продемонстрирован. Таким образом, у пациенток, естественно, с БРК-мутацией выигрыш был продемонстрирован на Аллапарибе, и у HRD-позитивных пациенток статистически значимый выигрыш на комбинации был получен. В отличие от HRD-негативных пациенток, где вот этого статистического различия не было продемонстрировано. Но здесь вот из самых последних тоже новых результатов продемонстрированных, вот это вот исследование ДОО, где идет поиск, как помочь этим пациенткам с HRD-негативным статусом. Ну и вот это вот исследование достаточно сложное из трех рукавов. Химиотерапия плюс БВЦЗМАП, химиотерапия плюс БВЦЗМАП, плюс ДУРВАЛЮМАП, и химиотерапия плюс БВЦЗМАП, ДУРВАЛЮМАП, Аллапариб. Впервые выливлены эпителиальный рак яичника, хайгрейд, третья, четвертая стадия заболевания. И вот в этом исследовании с ДУРВАЛЮМАПом выигрыши оказались пациентки в общей когорте, там, где был ДУРВАЛЮМАП и Аллапариб, а с HRD-отрицательным статусом как раз-таки выигрыши оказались вот эти вот пациентки, ниши, те, которые, да, не среагировали только на Аллапариб и БВЦЗМАП, а вот в комбинации с ДУРВАЛЮМАПом здесь выигрыш оказался у HRD негативным статусом. И таким образом, суммируя все вышесказанное, вот можно очертить круг возможности вот эволюционированной терапии, таргетной терапии ПАРП-ингибиторами для пациентов с диагнозом рак яичника. Однозначно Аллапариб только с БРК мутированной, HRD плюс БРК, HRD статус, да, Аллапариб плюс БВЦЗМАП, и вот HRD негативный, вот эти вот первые данные ДОО, которые мы получили, Аллапариб, БРВУЛЮМАП, БВЦЗМАП, вот здесь вот выигрыш оказался. В отношении тестирования, вот где есть возможность тестирования этих пациенток, и уже в практических рекомендациях, 23-й год, русское назначение поддерживающей терапии основывается на данных о мутации БРК и или нарушении в системе гомологичной рекомбинации, то есть на HRD статусе основана рекомендация назначения таргетной поддерживающей терапии. Здесь, как обещала, потому что за неимением времени какие-то слайды очень быстро проскочило. И в отношении вопросов с... Спасибо, Татьяна Юрьевна, за лайфхак. Вот с гигачатом я общалась. И вот такой вопрос и вам на обсуждение. Ну, наверное, он достаточно простой. Сейчас, надеюсь, после презентации, чтобы вы выбрали какое назначение, какого варианта таргета у больных раком яичника с HRD+, без мутации БРК, после химиотерапии первой линии с полным ответом на химиотерапию. А, Б, С, Д. Ну, да, спасибо. И в отношении вот нейросети я сначала попробовала просто вбросить ему вопрос без вариантов ответа. И очень сложно поставила в тупик. То есть там вариации начинались от иммунотерапии, которая вообще не работает при ракеичниках. А когда дала вот такой вариант с конкретными вариантами ответа абсолютно однозначно. Вариант С мне был выдан и нейросетью достаточно однозначно. И вот совсем заключение хотела бы эту таблицу тоже вам предоставить ваше внимание. Очень удобная русско 23-го года вот эти вот варианты назначения парпингибитора и комбинации с антиангиогенными препаратами достаточно взвешено и учитывая наши реалии реализуемо на практике на мой взгляд. Спасибо за внимание. Пожалуйста вопрос к Елене Александровне. Так коллеги. Можно я спрошу? Конечно. Немножечко такой практический вопрос. В целом вот по данным исследования лопариба с беоцезумабом против беоцезумаба ну то есть по сути у нас нету данных что лопариб лучше будет в монотерапии чем беоцезумаб. Правильно я понимаю? Ну отдельного рукава нет. Но в то же время вот в их исследовании которые демонстрируются сам по себе лопариб с беоцезумабом сыграл лучше нам сложно сопоставлять. Я честно говоря пыталась наложить просто вот из гоговского 218 на вот эти вот кривые. Это конечно не очень корректно и неэтично но чуть-чуть лучше вот это сочетание лопариб беоцезумаб оказывается. Спасибо. Спасибо большое. Елена Александровна.